Севмобайл 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 Это новая сеть, ну фактически на 100% сеть 3G и надо отметить, что это сеть, которая технически готова и фактически только переключением программных настроек она может быть переключена на работу в режиме L3 и L4G. К свалке в районе Камышово шоссе представители садоводческих товарищей «Пищевик», «Химик» и «Строитель» никакого отношения не имеют. Об этом они рассказали нашим журналистам. 29 января представители этих кооперативов показали документы, соглашение о предоставляемых услугах, акт проделанных работ и заключение комиссии по экологии. Напомним, в одном из предыдущих выпусков новостей мы затронули проблему вывоза мусора в указанном районе. По словам коммунальных служб и членов народной дружины «Рубеж Севастопольской обороны», свалка образовалась из-за отсутствия договоров на вывоз мусора между садоводческими товариществами и муниципалитетом. У нас заключены договора на вывоз мусора с АТП 2628. Есть акты выполненных работ. Работы все оплачены. Регулярно производится вывоз. Я эти организации знаю очень хорошо. Работаю с ними очень давно. Это очень серьезные организации, законопослушные. И у них действительно есть все документы, правоустанавливающие по этому вопросу и разрешительные. Современные IT-решения, дистанционное обучение, подготовка к переаттестации персонала. Об этом и многом другом шла речь на семинаре консалтинговой группы «Термика». 28 января в Симферополе представители московской компании провели презентацию программного продукта для сотрудников учебных центров, производственных и промышленных предприятий «Полуострова». С подробностями Анна Брачева. Более 200 курсов, порядка 30 тысяч контрольных вопросов. Программный продукт компании «Термика» разработан для дистанционного обучения персонала. Автоматизированная электронная система проверки знаний поможет сотрудникам промышленных предприятий подготовиться к сдаче экзаменов в надзорных органах. Направления связаны с вопросами экологической и пожарной безопасности, охраны труда, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций. «Тесты создаются нашими методистами, которые имеют опыт и практических работ на предприятии. Многие тесты по промышленной безопасности согласовываются с Рогтехнозором, то есть главным надзирающим органом по вопросу промышленной безопасности. Соответственно, пользователи могут быть уверены, что весь необходимый объем знаний, необходимые требования нормативных документов они получат». На российском рынке IT-решений компания «Термика» более 20 лет. Основное направление деятельности – разработка и внедрение систем электронного обучения персонала. Сотрудничество с Ростехнадзором специалисты начали в 2007 году. «Около 4000-3980 с чем-то уже электротехнического персонала нами провела проверка знаний с присвоением соответствующей группы по электробезопасности. Значит, нами, мы сотрудничаем со многими учебными центрами, воспользовались мы возможностью ПТЭ, которая нам позволяет создавать наши комиссии при учебном центре. Я надеюсь, что уже к концу февраля мы уже начнем в автоматизированном режиме осуществлять это в использовании программы «Олимпекс» благодаря разработчикам все эти вещи, тестацию и проверку знаний». Программный продукт компании «Термика» включает в себя курс лекций, ряд нормативных документов и методических материалов, тестовые задания и правовые документы промышленных предприятий также можно внести в электронную систему или разработать под заказ. «Мы в ближайшее время приобрели программное обеспечение программы «Олимпекс», некоторые виды промышленной безопасности. Это больше краны, сосуды, котлы, трубопроводы, также основы промышленной безопасности и энергетическая безопасность. Мы пока только начинаем эту работу с программным обеспечением, поэтому, надеюсь, в дальнейшем она действительно будет прогрессировать уже в нашем учебном заведении». «Мы заключили договор с термикой, закупили оболочку, и так как наше основное направление – это энергетическая безопасность, мы закупили обучающий комплекс на группы допуска. Мы ведем такой вот анализ. Те слушатели, которые в полной мере поработали с программой, потом себя проверили, ну там есть возможность самоподготовки и тестирования, пробный тест. В основном они сдают экзамены. А те, которые говорят, да я вот в интернете что-то скачал, что-то, ну вот как-то не всегда удачно сдают экзамены». Электронная система компании «Термика» в основном рассчитана на предприятия с численностью персонала более 500 человек. Результаты проверки знаний система фиксирует, отмечают специалисты. Кроме того, по окончании обучения есть возможность вывода специальных форм протоколов. Анна Брачева, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Аптечные карты от благотворительного фонда Корсунь получили инвалидов первой и второй группы. Церемонию вручения провели в Севастопольском отделении Всероссийского общества слепых. В программе приняли участие порядка 130 севастопольских пенсионеров и лиц с ограниченными физическими возможностями. Подробности далее. Порядка 200 севастопольцев уже получили аптечные карты от благотворительного фонда Корсунь. Участие в программе приняли инвалиды первой и второй группы, а также пенсионеры, чье денежное пособие менее 9 тысяч рублей. Мы запустили программу в декабре этого года. У нас была презентация 29 декабря. Мы тогда выдали около 65 карточек. Сейчас мы продолжаем выдавать эти карточки. У нас уже есть какая-то часть выданных. И сегодня мы выдаем еще 130. 29 января свои аптечные карты получили инвалиды по зрению. Помощь Всероссийскому обществу слепых в Севастополе Корсунь оказывает уже не впервые. В сентябре месяце фонд оплатил нам поездку нашей команде от общества на фестиваль «Крымская осень-2015». Потом мы встретились уже с людьми, сотрудниками этого фонда. И они помогали нам в решении проблемы, существующей в нашем обществе по поводу регистрации. Также мы обращались в этот фонд по поводу предоставления нам юридической консультации. Они нам помогли. В рамках программы в течение года на пластиковую карту будет ежемесячно поступать 500 рублей. Обналичить деньги нельзя, однако потратить их можно на покупку лекарственных препаратов в аптечной сети компании «Крыммедсервис». Кроме того, накопленными средствами можно воспользоваться не реже, чем раз в квартал. Иначе денежная сумма сгорает. Самое главное – это не материальная поддержка, а моральная поддержка. Что люди знают и видят, что есть в нашем городе такие организации, и в частности такие люди, которые заботятся об инвалидах, об их жизни, стараются как-то всячески им помочь. И вот та доля тепла, то есть заботы передается с этими карточками. Не кусочек пластика, а вот кусочек сердца. Это очень большое подспорье. Так как у меня и супруг очень тяжело болен, диабет и так далее, нам приходится много препаратов покупать по сопутствующих, типа обезболивающие, которые не все выписывают доктора. И приходится. Я очень благодарна. На двоих инвалидов по 500 рублей – это очень большое подспорье. Ввиду того, что нам приходится на препараты тратить в месяц не меньше 7 тысяч рублей. В 2016-м аптечные карты получат более тысячи севастопольцев. Приобрести лекарственные препараты можно по адресам улица Флагманская, 4, проспект Октябрьской революции, 42, проспект Победы, 34, улица Ефремова, 13-Б. Анна Брачева, Делевер Меджитов, информационный канал Севастополя. С 2014 года в Севастополе функционируют микрофинансовые организации. Их вывески пестрят практически на каждой транспортной остановке города. Учреждения предлагают клиентам широкий спектр услуг – от займов и кредитов до финансовых переводов и страхования. Вместе с количеством организаций растет и число денежных мошенников. Как не стать жертвой злоумышленников, расскажут наши журналисты. Получить займ за 15 минут легко, уверяют специалисты. Главное – знать правила и порядок оформления документов. Собираясь в офис микрофинансовой организации, с собой нужно взять только паспорт. Сотрудники компании заносят персональные данные в базу предприятия. Это закрытая база, она не связана ни с интернетом, ни с чем. Никуда эти данные не уходят. Согласно законам Российской Федерации, они защищены и никому не передаются. Они находятся только в предприятии. Второй этап – подписание соглашения и заполнение анкеты. Обязательная графа – персональные данные и место работы. По желанию можно указать домашний мобильный телефон, рабочие контакты и номера двух родственников. Он указывает номера телефонов своих родственников, может, какого-то друга, чтобы в крайнем случае подтвердить, что такой человек действительно есть, что он адекватный. Может менеджер прозвонить. Опять же, это по желанию нашего клиента. Далее электронный запрос в центральный офис компании. Разрешение на получение займа приходит через 15 минут. Процентные расчеты облегчает тарифная сетка. Она включает количество дней займа и его сумму. В нашей компании есть четкая таблица. Если вы хотите, сумма, 3,5 тысячи берет на 8 дней. И написано, сколько он переплачивает. 560 рублей. То есть он четко понимает, что через 8 дней он перенесет на 560 рублей больше. Специалисты отмечают, чтобы не попасться в ловушку денежных махинаторов, в первую очередь нужно самим соблюдать платежную дисциплину. Если человек берет деньги и не понимает, когда он сможет отдать, и как он вообще будет рассчитываться, то, естественно, вполне возможно, что может возникнуть финансовые трудности. Пользоваться услугами микрофинансовых организаций или нет – личное дело каждого. Отдавать все равно придется с процентами. Анастасия Синица, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Центральной детской библиотеке имени Гайдара 95 лет. Культурное учреждение работает в Севастополе с 1921 года. Сегодня его посещают свыше 11 тысяч детей. В библиотеке есть отделы и для взрослых. Его читатели – школьные учителя, методисты и родители. Книжный фонд – более полумиллиона экземпляров. Научно-познавательная литература, учебные пособия, художественные произведения русских и зарубежных авторов. У библиотеки 15 филиалов. Поздравить учреждение с юбилеем пришли школьники, преподаватели и сотрудники. Мы всегда должны идти в ногу со временем, всегда знать интересы и вкусы наших читателей, всегда знать, что им предложить. А для этого нужно быть самому образованным человеком, постоянно развиваться, расширять свой кругозор, эрудицию, знания абсолютно по всем отраслям. Я очень люблю эту библиотеку и хожу сюда с этими друзьями. Моя любимая книжка «Робинзон Круза». И мне эта библиотека очень понравилась. И мне нравится с друзьями ходить сюда. Это была последняя информация выпуска. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин